Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 370. События дня. И вот говорит Иоанна 5.44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которой от единого Бога не ищете? И главная рецепта не дается определенная. Как ее не принимать славу-то? Это неподчиненность. Да и как это приятно человеку. Да и вроде бы если когда все друг другу так как уважают, тогда и в обществе порядок, никакой смуты нет. Но очевидно не об этом речь идет. То есть это все правильно. Но как совмещать с верой? Поэтому то, что сегодня прирепляют к церкви, обязательно идти, надо воевать, там убивать, защищать. Правильно все говорят, но при условии, что нет Христа, нет Евангелия. Любое событие нужно рассматривать во свете Библии. А если это не делается, значит, не тем путем идут люди. Просто нужно сказать, что у нас есть другой закон. Закон в каждой стране свой. И закон китайский многие из нас не знают, да и знать не надо, может быть. Пусть в Китае они исполняют. Но есть один закон, который исполняет все народы, говорит Золотовый Сын, во все времена. Это евангельский закон, те, которые стали христианами. Поэтому славу друг от друга принимают люди, желают ее, когда не знают закона Божия. А закон Божий это отрицает. Это за 16 декабря 2016 года. Еребея 13.23 Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барст пятна свои? Таки вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Иоанна 12.43 Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Мне Владислав Барущак прислал, опять он многое смотрит, просчитает. Владислав Барущак. В своей пастырской практике я не раз сталкивался со следующим явлением. Вот живет человек, жизнь его ровная и устроенная. Его вполне удовлетворяют купола и колокола, свечи, записки и молебны. Но приходит какое-то серьезное искушение, испытание, напасть, внешнее, например, наркомания, алкоголизм, родственников или внутреннее, охлаждение, вера, душевная усталость, тот же алкоголизм и так подобное. Человек обращается за помощью, разумеется, к церкви. И тут оказывается, что копола и колокола, записки и молебны, старцы и канавка не помогают. А ни к чему другому человек в церкви не привык. Ему не объяснили, что для церкви все это внешний антураж, действенный лишь постольку, поскольку он является выражением нравственного и духовного личного усилия по направлению ко Христу. Смотрите, как умно сказал-то. Поскольку вот это выражение человек без грамоты не может сказать. Он говорит правильно все, но как он выразил мысль свою? Выражением нравственного, духовного, личного усилия. Но нет этого ничего. Это вера есть или нету. Есть Дух Святой, который побуждает или нету. Вот это вот все тьма. Не египетская, а академическая. Напущенная. Человек даже не поймет, кто на ком стоит. Не объяснили вовсе не по злонамеренности какой, а потому что главенствующее значение в современной церковной идеологии у многих пастырей в огромном количестве церковной литературы имеет именно лубочное, псевдоцерковное христианство. Значит, не у меня псевдоправославие-то, а в церкви лубочное, псевдоправославное, псевдоцерковное. Как всякая неправда, при столкновении с реальностью такое христианство терпит фиаско. Люди разочаровываются в церкви, отходят от нее. Что мы и наблюдаем не только в личной жизни многих христиан, но и в масштабе исторического процесса. Дальше диалог. А покрапите на батюшка квартиру святой водичкой, чтобы все грешное ушло. А сами-то где жить будете? Архимандрита вакуум доведелся. Сейчас вот крайний контур нажать и сюда я ткну, где это будет. Чтобы узнать, где и откуда взято. Ага, вот оно где. О лубочном христианстве той игумен Петр Мещеринов. Что тут написано? Написано... Может, маленько прочитать? Ну-ка. Из письма в редакцию. После прочти... Мы можем это увеличить. Вот так вот взять и выделить. Маленько прочитаем. Дальше Shift нажимаю и в конце щелкну. Все выдело. Ctrl S. Ctrl S сделал. Теперь это все убираю. Отдельную тему можно сделать. Открыть в Word страничку. Ctrl V. Ну, вот оно тут теперь пришло. Теперь это подается нам. Можно увеличить номер. Сделать. Вот так. Ну, еще раз. Можем даже сделать жирным. Ну, и как теперь? Можно снимать, будет лучше. Попробуем сейчас. Важное дело, говорит. Так, из письма в редакцию. После прочтения в газете «Церковный вестник» статьи отца Петра Мещеринова о повседневном миссионерстве, хочется обратить ваше внимание на ряд положений, с некоторыми из которых, на мой взгляд, очень трудно согласиться. Например, в разделе «Христианство лубочное и подлинное» написано. Вообще, нужно учитывать, что образовательный и интеллектуальный уровень современного человека довольно высок, и его вряд ли может удовлетворить сюсюканье о Боге и церкви на птичьем языке. И ворох сомнительных историй, неизвестно откуда взявшихся. Вопрос. Выделенное мной совершенно немыслимое словосочетание – это что? Новое слово в нашей православной богословской науке. А лубочное христианство – это некая современная ветвь в нашем православии? Видите как? Кого-то задел он. Это редкий случай, чтобы люди так открыто говорили, как Петр Мещеринов. До сих пор были известны такие понятия, как лубочная живопись или лубочная литература, но лубочное христианство, как мне представляется, здесь, мягко говоря, перепутаны такие понятия, как лубок – это означает примитивизм, и фольклор – устное народное творчество, что присуще нашему мудрому русскому народу. Лидия, прихожанка храма Вознесения Господня у Никитских ворот, статья Игумена Петра Мещеринова о повседневном миссионерстве ЦВ6, 2005 год, вызвала оживленную дискуссию среди наших читателей. Один из откликов, который редакция получила от прихожанки – храма Большой Вознесения в Москве, мы передали отцу Петру с просьбой дать к нему свой комментарий, и поставленные вопросы и ответ показались нам достаточно интересными, чтобы представить их всем читателям церковного вестника. Оставим в стороне филологические изыскания. Явление, которое я назвал лубочным христианством, присутствует в нашей церковной жизни как факт. Оно связано с неверным восприятием церкви, при котором игнорируются два основных принципа церковной жизни – христоцентричность и синергия. Вот догадайся. Ну, в основном-то люди-то что знают? Христоцентричность и синергия. Что, снегирей ловить? Отпростынешь, будешь тут сопливиться. Христианство имеет определенную иерархию ценностей, и главное в нем сам Христос, его божественная личность. Он есть Альфа и Омега – начало и конец. Откровение 1.8. Он есть путь, истина, жизнь и воскресение. Иоанна 14.6.11.25 Для верующего Христос – это все, преподобный Марк Подвижник. Цель жизни христианина – соединиться со Христом, жить им и с ним, и в нем обрести спасение и мир, счастье и бессмертие. Вот как здорово. Именно для этой, ни для какой иной цели Бог основал на земле церковь, в которой через таинство Духом Святым и происходит приобщение верующей души Христу Господу. Церковь – не просто средство индивидуального освящения человека. Во Христе человек обретает действительную полноту жизни, а следовательно и общение с другими людьми. Причем для церкви совершенно несущественно живет человек на земле или уже отошел в мир иной, ибо в церкви нет смерти. Церковь – не просто сообщество верующих или специфическая организация. По сути своей церковью есть тело Христово. Отсюда и вытекает принцип христоцентричности. Он означает, что в церкви все без исключения должно возводиться ко Христу Спасителю. За 2000 лет своего существования церковь накопила огромное богатство духовное, культурное, социальное и прочее, в которое облекалось великое множество форм и явлений, затрагивающих все сферы человеческого бытия. И все эти церковные формы и явления существуют исключительно для того, чтобы тем или иным образом приобщить или способствовать приобщению человека и Иисусу Христу. Если мы в силу тех или иных причин начинаем воспринимать эти внешние церковные формы как нечто самоценное вне контекста Христа, то мы совершаем ошибку, подменяя главное второстепенным, существенное формальным, ибо без Христа все абсолютно бессмысленно, пусть даже и в церкви. Слово «синергия» означает «совместное действие», «сотворчество Бога и человека». Боже тут пояснил и то еще поясняет. Ну что, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Все. Я пришел к вам, говорит, решил ничего не знать, кроме Христа и распятого. Два предложения из целой книги. Благодать Божия, присущая церкви, никогда не действует насильственно, автоматически. Бог всегда уважает свободу человека и ждет от него сознательных и совершенно свободных религиозных движений сердца и действий. Этот принцип соблюдается во всех сторонах религиозной жизни. Все в церкви, все рассчитано на... Почему ее не ставят нигде? Буква какая-то в опале находится. Все в церкви, все не знают, что считать. Все в церкви рассчитано на осознанную, ответственную жизнь христианина. В церкви нет ничего формального, слепого, в кавычках, того, что совершается само по себе, как бы в обход человеческого произволения. Выше названные принципы церковной жизни существуют вовсе не для обозрения. Ну, как и все в церкви, опять все, для жизни. Из христоцентричности и синергии вытекает необходимость нравственного труда для соединения со Христом. Вот эти слова-то зачем он вставляет? Когда люди-то считают, никто не знает их, эти слова. Так как от ветхого Адама мы наследуем падшую природу, нам необходим труд, противление ей и понуждение себя на исполнение заповедей Божьих, которым только и усвояется благодать Христова, человеку. Многих людей такое христианство не устраивает. Не будем разбирать здесь причины, почему это происходит. Это и боязнь свободы, и недооценка нравственности, и многое другое. В противоположность настоящему, в кавычках, трудному, в кавычках, христианству существует гораздо более распространенное другое христианство. Оно характеризуется, в числе прочего, двумя вещами. Двоеверием – это христианством без христоцентризма. И богизмом – христианством без синергии и нравственного труда. Двоеверие – явление традиционное для Руси, характеризующееся принятием и усвоением обрядовой стороны православия, при том, что дух жизни остается языческим. После 70 лет гонения на церковь и потери людьми элементарной церковной грамотности, двоеверие, некупируемое теперь, как раньше, целенаправленными пастырскими усилиями, получило широкое распространение. Причем двоеверие в наши дни – это уже не столько прыганье через костер на Ивана Купалу и святочное гадание, сколько определенный вектор жизни. Оно убирает из нашей религии Христа и ставит на его место реалии падшего мира. Целью в этой системе взглядов является не сам Господь и жизнь в нем, а получение от него полнеземных благ. Сам же Господь и его заповеди никого не интересуют. Интересно, что и сами церковные формы, сами, при этом теряют свою целостность и становятся какими-то полуязыческими. Все церковное, к чему прикасается язычество, профанируется и опошляется. Так что многие люди под церковью понимают не Христа и христианскую жизнь, а масленицу, красную горку, яблочные прочие, в кавычках, спасы, народные приметы и тому подобные вещи. Отсюда происходит тот птичий язык, указание, на который так возмутило прихожанку одного из московских храмов. Вдумайтесь, дорогие читатели, может ли наше спасение быть медовым? Можно ли Господа нашего Иисуса Христа назвать яблочным? Вот это и есть самый настоящий лубок, когда вместо серьезного разговора о самых значимых и важных для всех людей вещах, о счастье, о смерти, мы говорим о куличах и пасхах. Согласно магической точке зрения, духовный мир независим от человека, от его внутреннего состояния. Человек, его пассивная часть, деталь, механическая игрушка, на волнах неведомого для большинства потустороннего мира. Простите. Можно, однако, воздействовать на этот мир и направить это воздействие так, чтобы получить некий ожидаемый результат. Для этого особое посвященное лицо, жрец или мак, должно точно выполнить то или иное обрядовое действие. И если оно правильно совершено, если учтены все значимые потусторонние обстоятельства дела, то результат гарантирован, независимо от внутренних расположений сердца человека, от его веры, взглядов, дел, нравственного состояния и прочее. Главное, чтобы посвященное лицо учло все обстоятельства и скрупулезно, точно исполнило определенный род действий. Если магизм проникает в церковь, он коренным образом извращает внутренний строй христианина. Так что он фактически перестает им быть, хоть внешне может быть весьма воцерковленным человеком. Магизм в церкви прежде всего извращает отношения человека и Бога, извращает саму мысль о Боге. Бог становится не любящим отцом, а неким абстрактным принципом, внушающим прежде всего не сыновью любовь, а боязнь подчиненного к загадочному начальнику. Между человеком и Богом невозможными становятся личные отношения. А именно в них заключается суть нашей религии. Возникает отношение формальное, юридическое. Благогождение Богу переносится из сферы нравственной исключительно в исполнение определенных внешних правил. Магическая точка зрения стоит на том, что Богу нужен только обряд, правильно вовремя исполненный. А в остальном человек Богу ничего не должен. И отношение человека и Бога этим вполне исчерпывается. Что из этого всего получается на практике? То, что церковь превратилась у нас в некую белую магию православного обряда. Со Христом человеку не всегда легко и комфортно. Он заповедает, возлими Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Вот первая заповедь. Марка 12.30. Это требует, как я уже сказал, нравственного напряжения. Устремление сердца ко Господу. Людям это неудобно. Да и с обводов не часто услышишь об этом. Но пастырям проще выступать в роли жрецов, а служить молебен или требу, и получив оплату, на этом закончить созидание церкви. Людям же легче поставить свечи, написать записки, пройти по канавке и тому подобное, в надежде, что они автоматически окажут нужное магическое действие. Чем разбираться в своей жизни и строить ее в соответствии с Евангелием? Между прочим, отсюда же происходит и ворох сомнительных историй, по поводу которого недоумевает чувствительная к филологии прихожанка одного из московских храмов. Настоящее церковное, евангельское, православное, святоотеческое христианство совершается внутри сердца человека. Оно скромно, неэффектно, не публично, оно чуждо развлечению, требует ровности жизни и внимания к себе. В некотором смысле оно сухо и буднично. Если человек не живет им, то у него появляется потребность расцвечивания этой сухости внешним, пусть даже и религиозным развлечением, эффектностью. Об этом прекрасно писал еще в 19 веке святитель Игнатий Бричанинов. Отсюда чудеса, знамения, пророчества о конце света, поиски старцев и старец, дешевая апокалиптика, национализм и прочее. И все это тоже вполне подходит под определение лубочности. Фиксируется оно во многочисленных устных и письменных историях, по поводу которых еще в первом веке апостол Павел писал, 1 Тимофей 4.7. Итак, на основании вышесказанного определим, лубочное христианство это профанация, внешнее без внутреннего, христианство без Христа, церковная жизнь без нравственного духовного труда. В чем его главная опасность? Все внешние вещи, в том числе и фольклорные, вполне имеют право на существование, но при одном условии. Если они стоят на своем месте в иерархии христианских ценностей. Если же эта иерархия нарушается, тогда происходит то, о чем говорит Господь. Соль церкви теряет свою силу. Батфей 5.13 В своей пастырской практике я не раз сталкивался со... Вот и дальше мы это прочитали уже. Купола, колокола, ничего не значит так. Дальше в церковной седе. Вот почему? Вот где-то тут надо захватить откуда. Лубыши, не цереда христианства. Ну что тут? Ну это было, фиаско мы читали. И дальше еще? Да. Интеллектуальный уровень есть это? Нет, не было. Не было. Вот отсюда дальше. Девы. Человеку не объяснили. Не объяснили. Вовсе не по сладомеренности какой. А потому что главенствующее значение в современной церковной идеологии у многих пастырей в огромном количестве церковной литературы имеет именно лубочное псевдоцерковное христианство. Как всякая неправда, при столкновении с реальностью такое христианство терпит фиаско. Люди разочаровываются в церкви, уходят от нее, отходят, что мы и наблюдаем не только в личной жизни, но и в масштабе исторического процесса. Что же делать? На это нам поможет ответить еще одна цитата из письма вышеупомянутой прихожанки. Кавычки открыты. Образовательный и интеллектуальный уровень человека еще ни о чем не говорит о богопознании. Скорее же наоборот. Кавычки закрыты. Вот с этим я никак не могу согласиться. Это называется обскурантизмом, то есть пренебрежением к образованности, культуре, науке. К сожалению, это нравственное уродство широко распространено в церковной среде. Почему-то многие считают, что работа мысли вредит чистоте церковной жизни. Один известный батюшка, как-то выступая по радио, даже заявил, а я рад, что я не образован. Святые отцы, что еще нужно для христианина? Но как раз святые отцы все были образованнейшими людьми своего времени, отличавшимися по мемосвятости духовности высочайшим интеллектуальным уровнем. Церковь создала великую культуру, философию, науку. Обскурантизм же не может ничего создать. Будучи по природе явлением маргинальным, он может лишь все законсервировать и в конечном итоге низвести действительное богатство церкви до уровня лубка. И ответ на вопрос, что делать, лежит именно в этой плоскости. Интересно. Петра спрашивали, Деяния апостола, 2 глава, 3,8 стих. Что делать? Ну, он бы вот это вот все раскрутил бы здесь, синергизм, нет ничего, просто ответил. Покайтесь. Покайтесь во всем, в этой грамотности. А грамотность для чего? Чтобы научиться врать. Так, чтобы самому в это верить. А потом, и докрестит, и каждый за своим институтом Христа. А для чего это все? Получить Духа Святого. И получить Духа Святого. Вот это стяжание Духа Святого. А какое образование у Серафима Саровского? У Сергия Радольского. Все высокий уровень. Какой уровень? У Ефрема Сирина уровень. Из пустыни не вылазили. Сидели. Какой уровень? Ну, есть такие, которые действительно, как Златоуз был, считаем Иероним Стридонский. Ну, и что дальше? И ответ на вопрос, что делать, лежит именно в этой плоскости. Образовываться. Усваивать знания и культуру. Осмыслять современность с евангельской и церковной точки зрения. И перестать смотреть на мир сквозь узкую щель лобочного мировосприятия. Ну, может быть, дальше что-то есть, но больше пока ничего нет. Вот нашли здесь мещеринов. Вот. Так, что такое? Мещеринов. Напиши мне, я его сохраню. Ну, вот. И теперь показать наши ресурсы. Вот это можно закрыть. Вот главный ресурс у нас, это мой мир. Что-то тут зашел человек, пока я говорил. Что он пишет? Ну-ка, прочитай. Роман Кучма. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Хорошая школа у вас. Основание непоколебимо, потому как основано на священном писании. Очень я благодарен вам за то, что научили меня ценить и любить Библию. В прошлое воскресенье священник на проповеди самвода сказал, разбирая притчу о милосердном саморядине, что священник и левит поступили правильно, пройдя мимо, так как им нельзя было прикасаться к мертвым. Иначе они считались бы нечистыми и не могли служить череду. Да главное, раненого от мертвого не отличили даже. Ну, ногой бы тронул или как-то. Ну, он стонал, лежал. Правильно поступили. Вот защита своего класса. Да. Я открыл Евангелие, дождался его, попросил дать подтверждение в кавычках мертвенности избитого, показывая, что написано, саморядин сжалился, Лука 10, 33. Соответственно, те двое не сжалились. На что он сказал, что вроде так говорит я на Златоуст. Вроде. Вроде Володя. А Володя что скажет? Это, говорят, Ленин. Так ли это? И второе. Этот священник также сказал сам воно, что Ирод поступил 100% по совести, обезглавив праведника, так как он дал слово. А я на Златоусту знаю, лучше бы ты нас нарушил, чем отрубить голову. Это бандит какой-то. Священник-то, беги от него. Патриарх Алексей Второй говорит, каких бандитов напринимали в церковь. Что прошли правильно, что они жестокосердные, что на машинах давят людей, пьяные священники. Это все правильно. А то он идет на кого-то. Ему немедленно надо арестовывать и сажать. Бандит, поп. Да. И жил он так же по совести. Я спросил, разве совесть не облегчает нас? На что он сказал, мы имеем Евангелие, а Ирод руководствовался совестью и поступил по-пацански. Цитата. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Спасибо. Еще можно сказать. Он не знает. Он уголовник, как депутаты. Стали смотреть, и там больше 30% уголовники. Ну, молодец. А кто? Роман Кучева. Благодарю за сведения. Разузнайте и дальше сделайте необходимое. Сообщите это. Архиерея, если только он не бандит, тоже. В Синод, чтобы немедленно на него убрали развратителя. Сколько он банду воспитает какой-то. Пахан какой-то забрался. Пахан. В рясе и с кадилом. Ну, напустил он дыму. Ну, и дальше у нас есть что? Это, вот, видишь, опять здесь и так это надо убрать. У нас есть форум. Вот форум большой. 1602 темы. Во свете Библии называется. Приглашаем. Легко регистрируется. Огромная-огромная тема. Ну, и дальше тут уже мы не скрываем, что тут есть. Это у нас фильм. Вот. Открытым оком. Это канал. наш видеоканал. Вот на нем выставляем. Вот сегодня я выставил некоторые ролики из старого. Что тут? 41 посмотрели, 14. А те, основу Грузия, 62. За сколько? За час. 62 человека. Для нас это нормально. Ну, для Андрея, это Кураева, это мизерно. Но у нас это постоянное. Не просто прохожие витрину, говорится, пальцем протирают снаружи, а именно заходят, питаются, сидят, и годами они, эти люди с нами. Ну, и самый, можно сказать, богатый ресурс, это сайт во свете Библии. Вот он. Православный библейский сайт. И здесь самое-самое. Это 4124 вопроса и ответа. И вот здесь на букву Р есть рождение. Мы брали по одному стиху. Давай-ка еще один прочитаем. Что тут пишет? Вопроса на 1882. Я ткну в него сейчас. Какой том? Седьмой? Седьмой том. Вот я ткнул, вот он где одет. Смотри. Вопрос. Вот сейчас я тоже так же сделаю, протяну за бегунок. Вот этот бегунок. Добавим к этому. Что-то не идет. Что тут такое? Дальше Shift нажать. Теперь курсор поставим. Все это скопировать теперь. Ну, считать невозможно. Нам нужно, чтобы люди сами могли считать. Открываем новую страницу в Word. Вставляем это Ctrl-V. Теперь Ctrl-A выделили все. И делаем на 20. На 20. И сделаем жирным, чтобы легко было считать. Все. Теперь будем считать. Считай. Так, вопрос. Когда ученики Христовы хотели испепелить селение, где не приняли Христа, то он их упрекнул, что они не знают, что теперь иной дух должен быть. Дух кротости и милосердия. Лука 9.55 Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. А среди святых в житиях были ли случаи? Были ли случаи, когда можно было бы рассудить, что они тоже не узнали, какого они духа? Когда показали гнев нерассудительный. Вот представьте, какие вопросы. Это я вел занятия в пяти университетах, в школах, в Академгородке, по радио вел. И вопросов. У меня тысячи вопросов. Тысячи. То есть четыре тысячи только сохранили, а может быть сорок тысяч не сохранили. Это меня все время кто-то толкал. Ну, сохраните вопросы, ответы. И потом это вошло в мои книги открытым оком. Ну, и вот теперь мы берем это уже из интернета. Ответ. Таких случаев было много. И это не дивно. А то, что все это сходу оправдывается житописателем, это наше. Значит, так и должно быть. Яков 1.19.22 Итак, братья, мои возлюбленные, всякий человек да будет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости приимите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя. Мне нельзя отвечать, скажут, а вы хвалитесь? Вот люди боятся этого слова. Почему? Незнание. Вот теперь я отвечаю по житиям святых. Меня спросили по житиям святых, а это 1173. Я должен в уме 1173 жития мгновенно прокрутить в течение от двух секунд и в этом житии найти именно какое место, там, какой-то куплетик взять один. Вот здесь, ну, задайте это Осипову, там, кто выступает главный, это знают они это или нет. Кавычки открыты. Так, жития Якова Незибийского, 13 января. По старому стилю. Кавычки открыты. Однажды, когда он переходил через встретившийся по пути поток, несколько девиц, бывших одежды, с высоко обнаженными ногами, смотрели на одетого в необычной одежды пустынника бесстыдным взором, не стыдясь ни его почтенного вида, ни своей ноготы, и стояли перед ним с наглостью, не покрыв своих голов. Ох как, перед ним надо было стоять. Немедленно сразу в воду опустить подол, не раздеты были, ничего. И он-то зачем тут таскался-то, вопрос-то, говорит-то. И они даже были сразу тут в воде буквально, говорит-то, поклониться, надеть платки, но не было ничего этого. Он не знает, верующий, не верующий. При виде такого бесстыдства святой разгневался. Паразиты. Блудницы. Желая проверить через наказание их силу Божию, а также посрамить идолопоклонство нечестивцам через совершение чуда, он проклял источник. Источник проклял? Понятно, как вот Федор Мельяненко ходит, да еще он борется там, чтобы смирить вертизычников. Дальше. Из которого выходил и поток. Источник, и поток точно же высохли. Даже родник далеко он его не видел, а тот высох. Так что в них не осталось ни капли воды. Вот это по-нашему, по-православному. Проклял он также этих девиц и наказал их бесстыдную юность внезапную старостью. У него власть такая была, смотри, он сейчас отворил-то где. Тут уже все, никакие педикюры, маникюры не помогут. По чудодейственному слову святого черные волосы на их головах тотчас посидели, и они сами вдруг состарились, изменившись подобным листьям на молодых деревьях, когда вдруг поразит их мороз. Давайте примем, что так все это и было. И он знал, что его слово не останется неисполненным. Но какая-то сила все могла сделать. Где за то, что мимо проходил человек, который к ним не прикасался, и они его не поносили. Ну, понятно, Елисея там, дети кричали, медведицы вышли. Здесь никто ничего не делал, а они смотрели бесстыдным взглядом. Что смотреть-то? Это он бесстыдным взглядом на них смотрел-то. Девицы, какие формы их, он все это заметил. Какие округлости, какие выпуклости, все. А они-то что в нем увидели-то? При виде внезапного исчезновения воды и появления на каждой седины девицы пришли в ужас и, придя в город, рассказали всем об этом. Старушки имели, друг. Увидев чудо, граждане, граждане или горожане пошли к великому чудотворцу святому Иакову и стали усиленно просить его сжалиться над ними и возвратить им воду. Ну, если он был здесь, да скорее бы проскользнул и духу его не было. Это Арсений где-то шел когда-то и прикоснулась одна какая-то выговорил. А она ему сразу и отбрила. Говорит, ты что ты шляешься здесь? Залез на паром, идешь к тебе, не прикоснись. И он удалился и говорит, вот хорошо она меня отбрила, так говорит. А здесь не так. И притом Дмитрий Тарасцовский писал, это в кавычках все. Ну, спроси, знают люди про это житие, что они пищат эти сегодня-то? Кого он привлек? Обратил к Богу? Просьбы их тронули святого. То есть он никуда не ушел. Он знал, что сейчас люди будут паниковать в городе, прибегут к нему и туда будут ходить на поклонение. А он там яорданки устроит. Он поболился Богу и источник снова наполнился водою и по-прежнему стал течь поток. Все пошло дело. Волга, Волга. А мне уже 70 лет Волге, а мне опять 17 лет. Зыкина поет, она про этот случай поет. А мне 17 лет и теперь уже опять вернулись на это. Народ просил святого, чтобы он помиловал также девиц и вместо преждевременной старости снова возвратил им молодость. Святой готов был и это сделать, но когда спросил, где девицы, то их не оказалось, ибо они не пришли к святому с раскаянием. За такую нераскаянность он так и оставил их в наказании, чтобы они помнили о чудесной силе Божией и для того, чтобы и другие получались из всего целомудрию и благопристойности. Ну вот этот я опубликовал сейчас, я же не взял ниоткуда-то от Патриаршие здания, оттуда взято, дореволюционное, ну и опубликовать не скрытно, чтобы все знали, будьте целомудренны, вы натолкнетесь на такого Якова с голыми ногами-то ходите-то, выше колен поднятые, да сегодня в одних трусах ходят-то, да он сегодня всю страну бы, говорит, обратил. Такого было чудо этого нового Боисея. О как! Которое он совершил не ударом жезла, но знамением Святого Креста. Значит, он и крест еще сделал. И более, чем чуду, следует удивляться его кротости. Вот он какой кроткий. Это православный, лубочный, говорит, христианство. Но тут же не лубочное, железобетонное, сжет их лазером. Атомный взрыв. Именно тому, что он не послал, подобно великому пророку Елисею, медведиц для растерзания быстыдных девиц. Милосердный. Научая их благонравию и благобоязненности, ограничивался только незначительным наказанием, уменьшением красоты их наружности. То есть совсем добрый он. Теперь мне в университет не поступить, никуда, ни замуж не выйти. Это он добро им сделал. И притом о Христе ни одного слова не сказал. А Господь говорит, идите, благовествуйте Слово Богу. Это вот в истинном виде православия. Кто не с нами под нож, псевдоправославные. Я знаю этих попов. Так, говорим, это отнюдь не по подошвению к гневу пророка, а лишь чтобы показать, что святой Яков имел ту же чудотворную силу, как и пророк, но обнаруживал он ее в духе благости Христовой и соответственно Новому Завету. Понятно, как это соответственно Новому Завету. Вы откройте, посмотрите, какое число за этот месяц и скажите, я неправильно говорю, кавычки закрыты. Это все соответственно Нового Завета. Инквизиция, все это соответственно Новому Завету. Что одиннадцать крестовых походов соответственно Новому Завету. Сейчас запомирали там каменную крышку сдвинули, неизвестно, был ли там гроб Господень, даже на другой день, и то, что вы там ищете живого среди мертвых. Дальше. Макарий Александрийский, 19 января. Не, не египетский, а Александрийский. Стоя же в углу, преподобный Макарий непрестанно работал и не отдыхал от трудов. Ни разу во все время не сел, не лег. Если же по необходимости он выходил за свое место, то, возвратившись, снова стоял, не отверзая своих уст, ни с кем не разговаривая, но оболчали всем сердцем своим, вознося молитвы к Богу. Увидав такой подвиг преподобного, а вот пришел в монастырь чужой, встал в угол и давай. И главное, неделя прошла, ничего не ест. Но чтобы, говорит, не подумали, что это ангел, он сухие капустные листья, ну листья, конечно, в бороде, это капустные листья, это наша православная, наш дресс-код, скажем так. А монахи местные смотрели, а кто такой, не пьет, не ест? Да это не человек, что они делают? Смотри. Увидав такой подвиг преподобного, подвижники этого монастыря разгневались на своего аву и стали говорить ему, откуда ты привел к нам, к нашему посрамлению, такого бесплотного человека? Или его удали, или мы уйдем из монастыря. Вот понимаете, состояние людей, оставили жену, детей, бежали, все. Ну все сделали как положено, чтобы элементы не платить. А вот теперь увидели, что и подвиг-то их слабенький. И разгревались на кого? На аву. На аву, на своего. А за что? Или мы уйдем. Это железный характер у людей. А что он сделал тут? Ничего не делал. Просто молился. Вот почему, когда наш митрополит Иларион здесь встретился, здесь был у Сергия, в Алтайский край, Сергий, митрополит Иванников. И он наш, нашему митрополиту, это тоже наш митрополит, я и обоих считаю свою. И говорит, на Игнатия разные говорят, говорит, там и сектантом называют, и все. Почему? Потому что завидуют, говорит. А почему? Потому что сами ничего сделать не могут. Я когда считаю, мне это близко, я насчитывал жития святых, симфонии, знаю, дальше. Семен Столпник, 1 сентября. Ну то есть ответ, который я даю в университете, смотрите, сколько открывается нового. Это маленький куплетик из большого жития. Но только лишь стали, есть внезапно, поражение гневом Божьим. Пораженные. Пораженные гневом Божьим, потеряли голос человеческий и начали кричать, как олени. Это люди. Бегом прибежали они к святому Симеону, неся с собой кожу оленицы, как обличение греха своего. То есть убили оленицу на охоте. Вот это егерь. Вот такие бы сегодня охраняли у нас, тут бы лосей-то не стреляли. Пробыли они у Столпа 2 года и едва могли исцелиться и заговорить по-человечески. А кожу леницы повесили на Столпе во свидетельство о случившемся. Вот это по-нашему. Вот теперь я пишу стихотворение еще. Мало того, стихотворение. Лицо лукавое, совсем как у артиста. Кривое зеркало с начинкой обмана. Нам заповедано во всем быть честным, чистым. Булыжник не держать за пазухой в кармане. Есть узкие глаза, раскосы с прищуром. И кожа белая, и черная, как сажа. Нас могут по лицу проверить и прощупать. Лицо о прошлом многое расскажет. На лицах иногда одна беда. Разочарованность блудливых наслоений. Печать отверженности, где живьем среда. Активность плещется или достаток лени. Лицо наш паспорт и окно души. На нем и добрая, и злость, что не вместилась. Пылающая страсть вдвоем тушить. Змеиный взгляд, кровь холодеет в жилах. На личность, на лице, твой институт, лицей. Твой подиум, раскрашенный под елку. Оно подскажет. Это фарисей. А это бык тупой. А это просто телка. Лицо у верующих мудрость озаряет. И трезвый блеск прищедрого счастья. Здесь, на земле, задело небо краем. И хочется с земным навеки распрощаться. Блаженству предвкушения от предстоящих встреч. Содружество с премудростью и светом. Как хорошает взгляд от просправленных плеч. Когда признание любви уже пропета. Фотогеничный святость престарелых. Седых волос, морщин и бороды. От цвет одежды, от крещения белой. Оставил на лице свои следы. Лицом к лицу встречаюсь на молитве. С Христом Иисусом слезы по лицу. Не искажайте лик мирской бритвой. Не растолстей, как боров и барсук. Вот, Ксима, 4-го, 9-го, 2003-го года. А, так что у меня было-то здесь-то? Ничего не было. Сидел, шмыркал дома один. Я вижу, мой помощник Никита Андреевич Колесников. Тоже, видно, маленько простыл. Если где-то что-то не так, он звук издался бы. Ну, простите нас. Мы в Сибири живем, мы иногда не побережемся тут. Я что еще раз делал-то? Я сейчас даже и припомнить не могу. Три фильма посмотрел. Три фильма. Я люблю фильмы документальные. И вчера я зарядил переживания Адольфа Гитлера при начале поражения. Меня очень интересует эта тема. Найдите где-нибудь. Я ищу именно его внутренний мир. Я хочу найти... Но если это проблеск того, что он понял, раскаяние у него появилось, и что он мог быть другим. Мне вот это... Я документальные фильмы-то смотрю все о нем. И болейка уже нахожу. Ну, говорят, там со Сталинграда где-то. Когда он понял, что вот этот его гений, он действительно гениальный был, что он законным путем пришел к власти, что он любил свой народ так, как ни один правитель до него не любил и сегодня не любит. Ни один. Он все для своего народа делал. Даже другие нации сметал. Но когда он понял, что это все не то, то есть по-русски сказать так, что он понял, что он демон в человеческом обличье. Он поднял руку на избранный божий народ на евреев. Главная его вина. Далее, с Россией и на два фронта. Вот его главные причины поражения были. Я хочу узнать. Именно внутренний мир, мне это показали на секретаря его, девушка там одна описывала. Я это нашел. Но именно момент, когда он начал понимать, как бы открывались его глаза. Что я сделал? Где я сделал не так? Была ли у него внутренняя работа? Помогите мне. Меня не интересуют ни Ленин, ни Сталин, ни современные президенты. Только один человек. Потому что более гениального, любящего свой народ, история мира не знала. Богу нашему слава. И шутер на свете.